Снова на службе. Обвиняемому в умышленном убийстве полицейскому Сергею Олейнику вернули погоны. Напомню, в начале прошлого года, преследуя автомобиль нарушителей, он открыл огонь по машине, в результате чего погиб 17-летний пассажир. Как обвиняемому удалось снова получить значок полицейского и табельное оружие, узнавала Ирина Баглай. В моей семье была истерика просто. Мы только вчера узнали это. Ну что он работает, как я знаю, в административном деле по ДТП. Брат убитого Михаила Медведева не сдерживает эмоций. Уже год он и его родители ждут решения суда по делу о погоне, в которой погиб 17-летний Михаил. Это видео с регистраторов полицейских и сама погоня вызвали массу обсуждений. В результате следствие установило, что патрульный Сергей Олейник превысил свои полномочия и, стреляя в автомобиль во время погони, дважды попал в пассажира. Одно из ранений для Медведева оказалось смертельным. По ходатайству гособвинения патрульного полицейского отстранили от должности. Но уже в этом году, 28 февраля, оказалось, что он снова на службе. Он продолжает быть на той же должности. Это патрульные роты номер 9, управление патрульной полицией города Киева. Как на это смотрит руководство нас полиции? Отвечать в главке на наши вопросы не захотели. Однако, согласно трудовому законодательству, в данном случае отстранить обвиняемого в преступлении сотрудника работодатель не вправе, объясняют юристы. У сотрудника в таком случае будут высокие шансы опротестовать решение в суде. Сегодняшнее законодательство действительно имеет такую дыру, что если закончился срок постановления суда об отстранении, человек автоматически обязан выйти на работу. Мои коллеги, профессиональные адвокаты, используют эти дыры очень успешно. Схема для такой юридической диверсии проста. Защита обращается в апелляционный суд, опротестовывая подсудность дела. Пока высшие инстанции определяются, кому и где судить, срок отстранения истекает. А гособвинению попросту некуда обратиться с повторным ходатайством. Хотя то, что человеку, обвиняемому в убийстве и превышении служебных полномочий, вернули оружие, в прокуратуре считают недопустимым. Условиями совершения является то, что он выполнял функции по пресечению правонарушений, носил и использовал огнестрельное оружие. Поэтому мы считаем, что в дальнейшем эти функции на стадии судебного разбирательства он не может исполнять. Высший суд отклонил ходатайство защитников Олейника и оставил дело в Голосеевском суде. Ближайшее заседание назначено на 11 апреля. На нем прокуроры снова будут ходатайствовать об отстранении патрульного от службы и об избрании ему меры пресечения.